здравствуйте мои зрители сейчас я иду в театр на 7 часов наконец-то с апреля месяца посмотрю спектакль который был отложен сейчас нахожусь на ярославом валу я немножко вам хочу показать ярослав валах пока иду экскурсии небольшую проведу вот я вышла на золотых воротах сейчас я вам покажу золотые ворота золотые ворота памятники ярослава золотые ворота по исторически как бы они строились как бы историей есть такая что эти золотые ворота строились в те времена еще далекие при проблеме этого ярослава ждали пришествия христа вот такая как будет легенда и ждали именно здесь на вот это на ярославом валу здесь не построили вот эти золотые ворота но это как бы такая небольшая история то есть люди пришествия христа ждут уже тысячелетия сейчас вот вечер люди гуляют много людей старинные здания 10 как бы на ярославом валу особая энергетика такая идет я всегда когда бываю не так часто бываю на ярославом валу старые улочки чувствуется сдайте по энергетике такая история чувствуется глубокая тяжелая история энергетика такая вот знаете чувствуется что не его современное здание построено а именно вот это вот место обжито очень давно очень давно есть особая энергетика здесь есть музей чудотворных икон магазин православных товаров привезен от сафона здесь вообще очень интересное здание здесь очень живут в принципе люди идут типа как подофисные помещения банки посольство разное здесь на ярославом валу такой старый старый киев говорится очень красивые дома вон смотрите вот в некоторых реставрированные уже дома я располагаю сейчас уже под вечер люди многие возвращаются с работой уже движение пошло но здесь очень много фирм особенно первых этажах даже и на других на вторых на третьих этажах люди сдают в аренду своей квартиры за счет этого как бы и живут смотрите вот много машин на ярослава полка миша очень здание такое красивое просто виду ник актера будет какая театральная это самая смотрите вывески такое не видела ты виду не на на посту начался театральный сезон то что наконец-то артисты заработали и у нас есть возможность пойти в театр наконец-то тороплюсь очень быстро потому что надо на 6 часов а уже время 20 минут а нас на 7 уже время 20 минут 7 надо прийти отметить по билетам вот еще есть сузилия называется тоже небольшой театр частный черный квадрат куда мы идем это тоже частный театр не государственный и а там выступал как-то даже директор этого черного квадрата и сказал что во время карантина актеры пошли работать и официантами и не везде актеров еще официантами берут так как остались без работы понимаете как не все же там снимается фильмы в сериалах а вот то есть такое бегу очень быстро бегу бы боюсь оба опоздать время же половина 6 7 это надо подойти билеты апрельские отметить чтобы новые места то и места там поменяли нам но главное что билеты сохранить это самое главное но здесь такой уже улочки маленькие получается движение так 200 двухсторонний только по двум полосам вот пока стою на перекрестке смотрите красивые дома это еще старый как бы такой непонятный дом а там вообще со скульптурами внизу там дома то есть здесь очень очень красивые дома очень много здесь заведение всяких там столовок кафешек вот то есть разрешили у нас уже как бы из-за этого карантина было все закрыто сейчас уже начали потихоньку работать и потихоньку разрешили сначала на улице сейчас уже смотрю и не только на улице смотрите и внутри сидят уже ресторанчиков кафешек на люди отдыхают но здесь вот получать ярослава пал здесь такая энергетика она вот способствует знаете такому расслаблению что ли ну как то здесь отдыхаешь это по моему ощущению каждый ощущает праздник я энергетику сильно ощущаю и по моему так это расслабление как-то так ощущение что пришел расслабился успокоился отдохнул посидел выпил кофе чаш ну и пошел себе здесь уже как бы людей уже поменьше есть еще и старые он за не еще расписаны не реставрированные короче всего полно но улочка узенькая очень он чай-кофе тоже на улице продают такие мусорные баки понаставили здесь здесь понаставили на остановках по убирали здесь вот смотрите стоят интересные мусорные баки вот уже мы да я дошла до львовской площади здесь небольшой такой парк а в киеве очень много зелени хотя лето было очень жарко и такой на самом деле не как бы так не совсем жуклая осталось такая зелень смотрите видите парк это львовская площадь то есть старое здание еще здесь детская больница ахмадет на улице недалеко старый автобус кафе здесь переходим до разные кафешки на углу куда идти как историю посмотрите кофе бус кофейный автобус сейчас что он закрыт львовская площадь уже сейчас будем подходить театр черный квадрат вот мы подошли к театру черный квадрат это частный черный квадрат это находится в полуподвальном помещении вот вы во дворе смотрите старый дворик такой тоже зелени полно то что мы подошли к черному квадрату на представление секс на пляже будет представление идем оформим сейчас оформим билеты нам надо оформить билеты чтобы попасть но если разрешат снимать внутри вам покажу что это за черный квадрат вот сейчас двери засниму вот двери таких классные вот зал черного квадрата небольшой зал у нас первый ряд третий четвертое место зальчик небольшой всего тут три четыре пять шесть рядов представление снимать не буду не разрешается а вот чисто вот зал я вам показала здравствуйте мои зрители я как бы вам делала небольшую такую экскурсию немножко по киеву по ярославу валу но как-то быстро бежала поэтому не все вам засняла но я как бы хотела поделиться впечатлением по поводу спектакль в черном квадрате зал я вам засняла спектакль нельзя было снимать а в принципе там ничего такого не было какого-то странного но просто нельзя танца снимать было нарисовано было что нельзя вот зал небольшой поэтому я не стала когда снимать зал бы изначально вам показала я вам скажу так что артисты были очень довольны что к ним пришли зрители все-таки сохранили билеты которые с апреля месяца у некоторых с марта были закуплены то есть сейчас они скажем так играют в основу в холстую потому что билеты были закуплены тогда но были еще люди которые купили уже и сейчас билета на сегодняшний как бы спектакль но их мама мало то есть они были благодарны то что люди не вернули билеты все-таки дождались этого представления а так как из-за этого коронавируса пострадали артисты очень сильно пострадали и у них наконец-то начался свой театральный сезон вот я была 2 сентября это они сказали что с 1 сентября уже 2 сентября у них было второе представление уже вот они очень рады довольны что они вышли на работу играли с очень большим таким одухотворением что наконец-то наверное они уже работают своей работе вот и после этого спектакль спектакль очень хороший кстати я советую вам сходить спектакль называется секс на пляже значит это театр на площади львовской площади в киеве черный квадрат называется черный квадрат сичневых как-то называется сичневых повстанцев что-то такое там найдете кто захочет у черный квадрат на львовской площади там за во дворе получается полуподвальном помещении за дома художника там за дом художника заходите в арке там вот этот театр находится зал небольшой это частный театр но удовольствие конечно море получили море позитива и представление было такое знаете подсовременность секс на пляже как наши туристы отдыхают в турции который комедийный было в общем можно было славиться посмеяться два часа как вот прилетели как вот так вот с большим удовольствием сходили после того когда закончилось это представление тоже артисты выходили то что мы хлопали мы не выходили благодарили нас за то что сохранили билеты что все-таки пришли мы не сдали эти билеты тогда в апреле и марте то есть видно было неподдельная радость у них на лице наконец-то они вернули к своей работе как бы я хотела с вами поделиться по поводу моего похода в театр так что всем удачи на зрители до свидания это просто обычное видео до свидания